МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Название вроде у нас морское, румба – это одно из делений на компасе, который помогает определиться в море. Ну а у нас была своя расшифровка – рискуя, узнаем мир бескрайний. Вот так расшифровывалась первая румба. На счету у туристов румба сотни походов по рекам и горам Украины. Мы проходили Карпаты зимой и вдоль, и поперек, и все на лыжах, и с холодными ночевками. Никаких буковелей тогда не было. Мы там ходили абсолютно по диким, целинным почти местам. Я рад, что и через 40 лет я общаюсь практически со многими своими ровесниками. Это большой, с одной стороны, плюс, что мое поколение оказалось такими долгожителями. В те времена, когда я начинал заниматься туризмом, человек в 50 лет, оказавшийся на туристском слете, выглядел глубоким дедом и очень старым человеком, и вряд ли куда ходящим. А как, если сейчас наблюдать, то сейчас у нас так уж получилось, что верхушка уже почти под 60, мне уже 71. И я продолжаю еще ходить и зимой, и летом, и на лыжах, и на воде. Грамотами и благодарностями городского головы были отмечены опытные туристы Черноморска, которые внесли существенный вклад в развитие этого направления. Городские власти поддерживают развитие туристического спорта в нашем городе, помогают совместно с спортивным туристическим клубом «Румб» проводить различные соревнования в нашем городе, помогают также спортсменам участвовать в чемпионатах, в Кубках Украины по спортивному туризму. Мы сегодня отметили тех, кто много лет работал в направлении развития туризма в нашем городе, те, кто был основоположником туризма в городе. Это Кушнир Анатолий, это Бацанюк Виктор, Тарасов Владимир, Юрковский Григорий, Васюк Киевич, Раиса, Лысенко, Виктор. Сегодня мы отметили их как ветеранов туристического направления. И хотелось бы, чтобы наше молодое поколение дальше продолжало туристические традиции в нашем городе, поддерживали туристическое направление и развивали туризм в городе. Опытные туристы делятся своими знаниями с подрастающим поколением. Вот уже несколько лет при экологическом центре работает детская туристическая секция. Мы круглогодично тренируемся. У нас нет каникул. Так что летом у нас походы. Зимой все время тренировки, весной соревнования, осенью тоже соревнования. Деток мы берем с 12 лет. Ну, попадается, конечно, и младше. Потому что, ну, некоторые дети очень хорошо идут. И ориентирование у них идет, и силовая, как сказать, акробатика туристическая получается. У нас они учатся преодолевать препятствия всякие туристические. Ходить по качающимся бревнам. Лазить, как альпинисты. Ходить по потолку на руках. Ну, очень много всяких интересных вещей. Ну, прыгать по кочкам, естественно. Ну, самая основная у нас задача – это оздоровление детей. Потому что у нас детки, ну, очень практически нету, чтобы изъянов не было. Постоянно какие-то ровняем их, вытягиваем. Они получаются более пластичные, здоровенькие. И мы находимся на парусной 2А. У нас все бесплатно. Приходите. Единение с природой, общение с единомышленниками – это то, что снова и снова заставляет туристов надевать рюкзаки и отправляться в путь. И каждый речной порог, каждая новая вершина оставляет незабываемые впечатления на многие годы.